о чем сегодня вообще будем говорить не наш будет состоять из двух частей часть теоретическая вспомним о том что такое что такое микросота зачем она нужна чем отличается от вайфая пройдемся по теории просто чтобы напомнить вспомнить нам с чем вообще работаем и потом пройдемся в принципе по большей части по настройке микрософтовой системы с нуля возьмем дек-менеджер базовые станции у нас тут на столе лежат вот в процессе вам показывать как что почему подключать как настраивать из таких часто задаваемых вопросов к нам обычно приходит вопрос либо по телефону на справочнику либо по русификации и чему-то подобное если второй вопрос обычно решается просто обновление на котором мы тоже сегодня поговорим справочник мы с вами сегодня тоже к микрософтовой системе подключен и покажем как все это делайте-ка проверим всем для нас видно слышно еще разок все хорошо по слышимости по презентации супер андрей большое спасибо я полагаю что те у кого не очень хорошо наверное не что-то напишет продолжаем вот что такое у нас дэк это стандарт радиосвязи который был разработан специально для беспроводных телефонных систем соответственно он приспособлен для того чтобы передавать голос и наверное в этом его основное преимущество если мы говорим о каких-то аналогах в основном почему-то офисном скажем так разрезе рассматривается как аналогия вай фай но вай фай не совсем приспособлен напрямую для передачи голоса поэтому если возникает множество вопросов у нас в стране есть ограничение на максимальную ходу мощность передатчика в декте и из-за этого у нас рабочий диапазон в помещении будет ограничен в идеальных условиях 50 метров либо 300 метрами прямой видимости если мы говорим где-то вне помещения например на складе на стене повесили базовую станцию и по территории ходим с трубочкой как я уже сказал основным аналогом декте в офисных условиях рассматривается вай фай почему дать лучше почему многие производители телефонии останавливаются именно дать системах потому что во первых он приспособлен под передачу голоса он обеспечивает весьма неплохую безопасность то есть шифрование используется перехватить сигнал у вас маловероятно что кто сможет подслушать разговор вот с вай фаем все относительно просто знаем не так давно неисправность в процессе аудентификации вай фая и вай фай такая такая общая технология вполне возможно что взломать ее куда быстрее декте используют собственные частоты частоты более низкие чем соответственно частоты вай фая и более низкие частоты у нас лучше огибают препятствия за счет собственно распространение радиоволонда и поэтому здесь у декте также преимущество то есть он будет меньше получать затухание при прохождении препятствий ну и хендовер в декте поскольку он приспособлен под голос тоже адаптирован к условиям использования с передачей голоса задержки при переходе между базовыми станциями минимальны тогда у вай фая задержка может быть 70 миллисекунд даже на минимум может быть и больше и вас моменты могут при переходе между вай фай точками чувствовать что переход произошел это влияет на качество связи это не очень здорово поэтому используем дать и о нем сейчас дальше мы не будем говорить ну и с вами в развитии кассета у декте говорим о микросотовой системе соответственно микросотовая система это у нас система дект где используется большое количество базовых станций и между станциями осуществляется переход переходы между станциями между станциями обеспечивают технологии хендовер которая нам позволяет без прерывания разговора между этими станциями переходить и трубки работать соответственно со всеми базовыми станциями систем при правильной настройке такая система у нас обычно используется в больших крупных помещениях иногда в зданиях для того чтобы все помещение здания покрыть единые системы беспроводной связи что очень удобно и бывает полезно когда у вас либо сотрудники подвижные либо помещения какие-то большие если какие-то заводы салоны автомобильные что-то подобное обычно в этих случаях используется микросотовая система в разрезе вообще построение микросотовых систем базовых станций хендовера стоит поговорить о синхронизации что это такое для того чтобы у нас работал хендовер то бишь переход трубок между базой без прерывания разговора базовые станции должны быть между собой синхронизированы в микросоте у нас может использоваться два вида синхронизации это синхронизация по радиочастотам по воздуху так называемая и синхронизация по лану да по проводам вот первый способ используется как основной по лану используется как вспомогательный если говорить о микросоте гигасета непосредственно у нас поддерживает только синхронизацию по воздуху соответственно 870 она поддерживает и синхронизацию по воздуху и по лану когда нам вообще бывает нужна синхронизация по лану и почему мы сейчас об этом говорим бывают ситуации когда мы ставим базовые станции и между ними находится какое-то препятствие принципиально на радиовом железобетонная стена толстая через которую мы никак радиосигнал пропустить не можем за этой стеной нам нужно поставить еще базовые станции возможно даже не одну и нужно чтобы вся система она работала хорошо при этом например в стене может быть какая-нибудь металлическая дверь которая сильно ее пропускную способность улучшать не будет но человек с трубкой через нее может проходить соответственно в этом случае вот у нас используется поэтому это хорошее дополнение скажем так к синхронизации по воздуху не принципиально но для подобных ситуаций важно соответственно когда мы настраиваем микросотовую систему мы указываем синхронизацию для наших базовых станций если располагать базовые станции на местности надо стараться надо делать да так чтобы у нас базовые станции с наименьшим уровнем синхронизации была в центре ее расходились базовые станции с более большими уровнями синхронизации когда все будет работать хорошо переход будет осуществляться плавно и уровень синхронизации будет задействовано минимальное количество настройки на самой базе на эту тему еще поговорим на дэк-менеджере вернее соответственно давайте поедем дальше и в рамках синхронизации хорошо бы еще вспомнить про пласты соответственно у нас бывают ситуации когда части микросотовой системы они физически разнесены у нас там я не знаю на первом и шестом этаже например есть офисы сигнал пробивается и в принципе не принципиально чтобы человек переходя через несколько этажей у него сохранялся сигнал было бы здорово но поскольку здание не целиком нашим и такого обеспечить не можем в этом случае чтобы работала синхронизация и чтобы в каждом отдельном месте у нас микросотовая система корректно функционировала нам нужно разделение на кластеры в каждом кластере у нас синхронизация будет своя и работать они с руками будут индивидуально независимо друг от друга вот в этом случае мы базовые станции настраиваем когда настраиваем оказываем различные кластеры в зависимости от того где они физически находятся опять же в интерфейсе системы чуть позже сейчас это посмотрим вот что еще важно для красоты и для синхронизации если мы говорим о синхронизации по воздуху нам необходимо чтобы уровень сигнала не падал ниже определенного значения в случае с мегасетом да и принципиально при построении систем это пороговое значение 65 и при построении системы при измерениях о них мы тоже чуть-чуть поговорим необходимо учитывать вот этот уровень сигнала между базами чтобы у вас ниже него соответственно не опускало значение сигнал иначе у вас с корректной синхронизации работы не будут и могут возникнуть проблемами при переходе между базовыми станциями во время разговора исходя из этого собственно и нужно строить систему то есть нужно строить ее так чтобы трубки переходя между базовыми станциями не оказывались места где у вас уровень сигнала снижается ниже этого значения что вообще влияет на дефт как на радиосигнал на дефт как на радиосигнал влияют материалы и объекты через которые он проходит собственно на данном слайде в таблице представлено насколько сильно он затухает уровень сигнала в зависимости от того через какие стены по большей части мы когда говорим про здание мы же про стены говорим в зависимости от того из какого материала у нас стены сделаны естественно все зависит еще и от толщины в первую очередь это зависит естественно от материала мы с вами видим что если железо-бетонная стена у нас затухание прям максимально и в этом случае кстати вероятнее всего нам ланс информации понадобится при размещении базовых станций ну как вообще строится у микросота если говорить о такой логике системы в целом нам нужен некий дик менеджер он в некоторых устройствах некоторых систем и да как у 870 системы интегрирован может быть одно устройство с базовой станции либо может быть отдельно физически отдельное устройство и выступать как дик менеджер дик менеджер он осуществляет настройку через него мы осуществляем настройки системы все это мозг системы который уже дает сигналы на базу действует по сипу с нашей телефонной станции соответственно повинок менеджер на системе есть базы которые по сути являются просто распространительными радиосигнал своих собственных каких-то мозгов скажем так они не имеют и служит по сути просто транслятор радиосигнал и к нему же непосредственно подключается трубки базы и трубки себе знают очень мало сипом в основном у нас работает вот для того чтобы выходить в город или осуществлять звонки куда-то вовне нам нужно чтобы наш микросотовая система была подключена к телефонной станции принципе газет позволяет внутри системы взаимодействие трубка между собой в том числе и по коротким номерам без телефонной станции но это актуально только когда нам не нужен выход город звонки куда-то наружу и сразу поговорим о зоне покрытия когда мы планируем систему обычно задействуется измерительный комплект то есть как у нас вообще обычно планирует система взяли план помещения на нем примерно отрисовали там по метражу с учетом материала стен насколько близко нам нужно базовые станции друг от друга расставить это все хорошо но на местности часто оказывается что это не совсем работает потому что все учесть через план помещения невозможно поэтому всегда рекомендуем перед установкой системы заранее походить с измерительным комплектом по проверять уровень сигналов в каждом конкретном месте базовой станции и в зависимости от этого уже базовой станции на местности расставлены соответственно можно воспользоваться измерительным комплектом которые мы можем предоставить но бывает такое что там измерительный комплект занят проверить на местности установку вас нужно и в этом случае можно в принципе воспользоваться обычной базой если ее запитать соответственно и подвести к ней сеть и взять обычную газовскую трубку ввести на ней вот этот сервисный код который отображен на экране и она у вас в верхней части своего экрана будет постоянно в режиме параметры такие же как и в измерительном комплекте выдавать что у нас здесь есть по параметрам уровень сигнала мы с вами про него уже говорили несколько раз знаем как его использовать до какого значения максимального может опускаться дальше частотный канал и временной слон в частотном канале которая занимает конкретная трубка принципе не критичная информация при планировании но тем не менее она здесь отображается рпн это радиочастотное имя конкретной базы базовой станции его посмотреть можно и также при синхронизации мы его будем видеть вот по сути эта информация о том какой базе сейчас с какой базой сейчас взаимодействует рук если у вас их несколько ну информация о потере пакетов она без этого указывается в процентах и наверное даже не по потере а по процентному соотношению которые в принципе пришли то есть если там будет 100 это значит что все хорошо что все 100 процентов пакетов дошли до трубки если там будет меньшее количество это уже стоит задуматься на тему сколько корректно передается этим самым значение можно определить насколько хорошо у нас будет голос передаваться и стоит ли вообще в этом месте стоит базовую станцию или стоит сместить его куда-то ближе другим базы на оборот поставить еще одну базовую станцию чтобы у нас хорошим рейтинг на конкретной точке мимо во первых посмотрим на уровень сигнал а дальше при хорошем уровне сигналом уже обращаю внимание на потери пакет говорить о настройке устройств и 870 систем мы с вами говорили когда мы систему устанавливаем нам нужен дек менеджер базовая станция соответственно 870 система может выступать как устройство из 870 систем может выступать и как менеджер и базовая станция и совмещать себе обе эти роли для того чтобы эти самые роли нам задать устройству используется единственная кнопочка на 870 устройстве вот мы ее нажимаем и дальше с помощью коротких нажатий выбираем уже конкретный режим в котором у нас это устройство работы то есть если у нас система относительно большая больше 50 абонентов больше 30 базовых станций у нас в любом случае нужно чтобы был отдельный выделенный дек менеджер и соответственно были отдельные базовые станции если же у нас система небольшая до 50 устройств до 50 трубок и до 30 базовых станций то нам понадобятся варианты дек менеджер плюс бейстейшн у нас одно устройство будет являться и дек менеджер и базой и остальные устройства будут являться базами соответственно либо если у нас вообще стоит одна единственная базовая станция она же дек менеджер то да будет вариантом где интегратор плюс дм плюс базовой станции вот при совсем большой системе больше 250 абонентов нам от 100 до 250 абонентов нам необходимо выделять одно устройство чтобы она управляла системой в целом но будет называться выполнять функцию интегратора в этом случае и последнее самое правое устройство на слайде находится на этом в принципе по теоретической части у нас все практика будет на примере реальных устройств поэтому давайте потихоньку не приступать переключим трансляцию пробуем включить браузер ну собственно пожалуйста здравствуйте еще раз я сегодня буду вам показывать по практике рассказывать зовут мне кирилл итак смотрите у нас тут есть я не знаю как увидеть но на столе у меня два устройства это N770 я их подключил к нашей локальной сети и настроил одно устройство я настроил как дек менеджер и базовая станция а второе устройство просто как базовая станция в принципе после этого устройство которое я назначил как дек менеджер базовая станция но у нас в локальной сети получила IP адрес ну IP адрес можно узнать легче всего мне кажется можно спросить у ваших администраторов он вам скажет ну либо там с помощью сканера как вариант можно тоже узнать ну собственно заходите на этот IP адрес у вас вот такой веб интерфейс появляется вам надо будет зайти в стандартный вагин пароль это админ админ я уже поменял пароль при первом входе он просит поменять пароль ну собственно правильно потому что безопасность она всегда превыше всего основная система телефонии отлично вот мы вошли открывается окно статуса здесь такая общая информация какая частота используется какой IP адрес MAC адрес ну в общем сколько устройств подключено такая общая информация ничего особо интересного ну и статистика то есть тут можно посмотреть какие-то ошибки критические они были насколько когда по времени произошли теперь все же перейдем сразу настройкам к самому интересному вообще вообще если говорить о настройках DECT оборудование даже если сравнивать с обычными IP телефонами тут настройка очень мало сейчас вы сами это увидите убедитесь в этом ну вот например из сетевых только по факту можно выбрать способ получения IP адреса а это динамический и статический у нас сейчас стоит динамический и устройство можно в сети поменять и прописать VLAN по сетевым настройкам в принципе это все также есть настройка DECT она нам сегодня не понадобится потому что мы будем использовать один DECT менеджер в принципе здесь можно добавить DECT менеджер посмотреть какой IP адрес ну такая у нас система большая да когда мы используем большую систему если у нас в системе используется более чем один DECT менеджер мы сюда можем еще добавить один их синхронизовать и управлять ими смотреть общую информацию ну еще раз да так как мы сегодня используем всего лишь один DECT менеджер эту настройку мы никак использовать не будем перейдем к синхронизации базовой станции вот как вы видите у меня сейчас базовая станция здесь не знаю видите стоит давай подожди проверим чтобы все это было видно ну покажи еще раз надо к базу ближе ну давай сейчас простите коллеги маленькая заминочка но нам бы хотелось чтобы вы видели устройство индикацию я думал он самим будет интереснее так должно быть да так все видно вот давайте тогда еще раз покажу вам да сейчас один момент еще Кирилл давайте тогда договоримся как сейчас пока расскажем просто во время демонстрации видим не все вопросы и в конце тогда на ваши вопросы все ответим хорошо коллеги чтобы нам не прерваться вам получить полный ответ отлично тогда я еще раз покажу вот DECT менеджер я его настроил как уже говорил Сислав ранее зажал кнопку выбрал роль и вот такая роль обозначает то что он DECT менеджер второе устройство обычная базовая станция она сейчас мигает потому что она не синхронизирована ее надо синхронизировать и сейчас я покажу как это сделать через Open interface вообще на самом деле в GIGASET это очень легко делается потому что все базовые станции которые подключены к вашей локальной сети они автоматически определяются DECT менеджером вот вы видите DECT менеджер сам нашел DECT менеджер сам нашел DECT менеджер и показывает что она есть нам надо подтвердить что это действительно DECT менеджер посмотреть там проверить по MAC адресу можно что он совпадает но он совпадает если все правильно мы подтверждаем говорим да это наша базовая станция вторым шагом вторым шагом вот как видите она пока не синхронизирована ее надо синхронизировать переходим в синхронизацию раздел и нажимаем синхронизировать по настройкам тут менять ничего не надо ну здесь сейчас я расскажу чуть-чуть позже она пока не синхронизировалась как я вижу да не синхронизирована давайте вот она синхронизировалась да правильно как вы видите она перестала мигать что еще раз теперь база синхронизирована здесь можно поменять кластеры но опять же так как у нас система маленькая всего одна базовая станция один DECT менеджер мы будем использовать один кластер ну уровень синхронизации правильно здесь сразу стоит второй потому что первый уровень синхронизации это наш DECT менеджер который одновременно работает как база поэтому он является первым уровнем синхронизации а наша база второй да и также вот тут можно выбрать синхронизацию тип синхронизации либо DECT либо DECT либо LAN синхронизация мы будем использовать DECT в данном случае в принципе базовая станция синхронизировалась теперь уже можно подключать не баксесс на трубке к этому делу но давайте наверное сначала не трубке все-таки а настройку подключения телефонной станции у Gigaset всего можно настроить до 10 станций видите у нас уже три настроены мы их заранее настроили сейчас покажу как они настраиваются но это довольно такая информация то есть вы сюда IP адрес вбиваете станции вашей адрес прокси сервера он оказывается так же как адрес станции если соответственно у вас прокси да также можно выбрать если вы используете какие-то ATS от Бортсофта от ECX вы можете их сразу выбрать я к сожалению не знаком с такой системой но в данном случае у нас ATS от EASTAR поэтому мы выбираем автоматически прописать порты регистрацию время запросов регистрации транспортный протокол так как мы знаем то что SIP обычно работает по EDP построим EDP в принципе здесь можно указать еще резервные серверы мы в данном случае не используем прокси сервера ну вот на самом деле для такой простой настройки так как у нас вообще тема вебинара это часто задаваемые вопросы и достаточно простые вопросы для работы достаточно указать вот эти в принципе это просто адрес сервера порт регистрации и протокол все дальше вы это сохраняете можно еще кодеки выбрать в нашем случае это 711 кодек выбор и сохранить отлично теперь у вас настроена станция вы можете эту станцию уже привязывать в качестве станции регистрации и регистрировать до устройства давайте теперь непосредственно базовой станции добавим трубку чтобы добавить трубку вам надо добавить нажать есть есть вообще два способа регистрации трубок один это через регистрации по ipo и ее можно посмотреть на телефоне но для этого надо заходить в сервисный режим это не очень удобно я лично не рекомендую вам это делать но если вы найдете этот ipo и то вы можете его сюда автоматически зарегистрироваться я все-таки предпочитаю это делать руками то есть через пин-код можете вписать какой-то пин-код либо использовать стандартные четыре нуля либо создать какой-то случайный пин-код и нажать после этого зарегистрировать устройство теперь берете в руку трубку переходите в настройки и тут регистрация регистрация трубки я забыл пароль какой там указал он нужно его проверить вот и вписываете 1169 на трубке все она зарегистрирована это можно еще раз увидеть вот здесь видите здесь теперь отображается и зарегистрирован и так далее ну давайте мы зарегистрировали для трубки чтобы потом звонить в принципе вторая тут регистрируется точно так же мы здесь получается указываем где-то тот самый сервер который мы сейчас оказываем этот сервер сейчас я тоже сначала зарегистрирую покажу покажу здесь тоже самое заходите в регистрацию зарегистрировать трубку который мы регистрируем вторая трубка заходим в настройки и здесь вот мы указываем данные сервера АТС в данном случае имя пользователя я уже знаю поэтому получается что когда мы на телефонии указываем мы указываем непосредственно настройки для подключения к серверу но сами учетные данные для регистрации на нем мы указываем уже на настройках трубки да и вот собственно соединение в АИП мы выбираем то которое настраивали ранее то есть здесь содержится информация о сервере вот его надо указать также здесь сразу можно указать какие книги будут использовать трубка будет ли он использовать LDAP записную книгу можно настроить сетевой почтовый ящик группу если она у вас есть можно настроить автоответ например по стандартным настройкам авто ответа нет можно настроить то что если вам будет приходить звонок то он сразу будет отвечать через гарнитуру или через громкий голос через микрофон громкой связи также тут статистика сколько пропущенных отображать это или не отображать про CST я рассказывать не буду XSI я тоже не буду рассказывать потому что это относится к BroadSoft к сожалению мы не занимаемся этим оборудованием ну и синхронизация клавиш в принципе вот мы указали аккаунт указали какую АТС будет использовать трубка нажимаем установить все видите он подключен теперь эта трубка подключена по СИПУ по ней по факту уже можно звонить ну давайте я сразу вторую так же трубку зарегистрирую и продемонстрирую что действительно звонить уже можно пароль проверки подавлений это что такое получилось это именно тот пароль который у тебя установлен на АТС в качестве пароля для логично пароль регистрации все отлично они зарегистрировались ну теперь мы можем с тысячи пятого номера позвонить на тысячу шестой ты с тысячи пятого звонишь на тысячу да как вы видите он звонит вот на самом деле настройка наша ну сколько вы ну десять да и уже на устройство могут звонить между собой там ответить можно уже поговорить то есть ну очень просто все это на самом деле настаивается по факту вы теперь можете просто еще добавить несколько трубок если у вас какая-то более большая система еще добавить несколько базовых станций и в целом система будет работать да то есть телефония в принципе на это уже в общем случае настроен да еще раз вот Всеслав уже это говорил сразу можно вот на трубочки взять и позвонить на сервисный номер здесь не отображается здесь точно отображаться 99 9 922 ничего хорошо хорошо надеюсь Простите, коллеги, небольшая звоночка. Сейчас перепроверим этот момент. Три звездочки, девять воду. Соответственно, у нас получается идет гудок, что не очень удобно. Но в верхней части экрана в этот момент отображается уровень сигнала, который мы до этого с вами на слабых рассматривали. Дорнемся к настройке. Что касается настройок в телефоне, их опять же не так много. Вы можете использовать 722-й кодек, если вам позволяет ваша опускная способность сети. Если ваша АТС поддерживает. И ваша АТС поддерживает. Ну, 822-й кодек, я думаю, поддерживается сейчас любой АТС, скорее всего. Настройки вызова. Ну, это такие стандартные настройки, например, чтобы вы, когда звоните, вы делали перевод с помощью специальной клавиши R. Здесь это все настроено. Я даже не знаю, на самом деле, про что здесь рассказывать. Здесь такие очень простые настройки. Я думаю, любой человек разберется. Запутаться невозможно. Можно выбрать то. Стандартный стоит Австралия. Там вот есть Российская Федерация. Да. В принципе, также можно добавить коды с зоной стран, чтобы сразу, когда вы набираете номер какой-то, к нему добавлялся специальный код зону. Но это также можно, в принципе, настроить и на АТС, как вам удобно. Здесь стандартные настройки SIP, то есть какой вы порт используете для регистрации. Обычный, защищенный через TLS. Таймер сеанса, то есть это через сколько у вас Deck Manager запросит повторную регистрацию, сколько будет попыток перерегистрации и какой таймер всего этого делать. Из таких, как бы, общих вещей, которые бывают при неверной установке таймера регистрации, ну, это не относится к ГАСЭТ, наверное, в чистом виде, но периодически просто в CPI возникает. Слишком маленькое значение здесь. Оно приведет к тому, что ваш АТС или ваш провидер сможет вас забанить за это дело, потому что слишком большое количество пакетов у него будет приходить, и скажет, как бы, меня спамят тут пакетами и отправят вас в баланс. Вот. Слишком большое, наоборот, значение здесь может привести к тому, что если у вас устройство по каким-то причинам потеряло связь, оно в следующий раз пойдет к серверу телефонии, потеряло связь по CPI, я имею в виду, к серверу телефонии через большой промежуток времени. Причем пользователь, в принципе, об этом знать не будет, о том, что связь потеряна, потому что само устройство будет считать, что оно зарегистрировано. Ну, как послал для этого запроса регистрации, мы подтвердили, что все хорошо, и вот в течение этого времени устройство считает, что все правильно. Да, сюда также нужно загрузить сертификаты. В целом, это тоже все, что здесь можно настроить. Давай поговорим про адресные книги. Да, потому что у нас по ней у чтения бывают вопросы, честно говоря. Да, вообще GIGASET поддерживает четыре типа адресных книг. Первое – это LDAP. Также настройка, как и везде, абсолютно одинаковая на всех устройствах. Здесь прописывайте непосредственно сервер LDAP-сервера. Ну, если у вас есть имя пользователя, пароль, это все используется. И, как и всегда, применяйте различные фильтры, чтобы при поиске... Для поиска попала на чисто базы и для того, чтобы выводились определенные значения имена, номера, мобильные номеры. Это индивидуально настраивается, конечно, для каждого предприятия. В принципе, также поддерживается до десяти книг. Вы можете выбрать, какую книгу будет использовать трубка на стройках трубки. Там это тоже можно указать. В принципе, база данных LDAP можно использовать достаточно новая. В теории можно включаться к базам данных нескольких предприятий. Если это необходимо, то достаточно удобно. Также это XML-книга. Про нее я расскажу коротко, потому что в наш курс она не входит. В общем, если настраивать эту книгу, вам нужен сервер. Базовая станция будет обращаться по HTTP с GET-запросом. Также эти запросы можно здесь указать. И сервер будет вам возвращать в формале XML эти файлы. Это не очень удобно, как по мне, поэтому мы про это рассказывать особо не будем. XCI это для тех, кто имеет ATS от Broadsoft. На Broadsoft, насколько я знаю, есть специализированные книги. Вот, собственно, к ним можно подключиться тоже с GET-запросом. Здесь по настройкам практически ничего нет. Мы всего лишь указываем, к каким разделам будет иметь доступ наша телефонная система. В основном взаимодействие происходит по основному подключению с Broadsoft. И, наконец-то, так называемая центральная адресная книга, либо также ее можно назвать удаленной. У GIGASET есть специальный шаблон в формате XML тоже. В принципе, там даже есть утилита, которая этот шаблон создает. Она у нас уже загружена на наш веб-сервер. Сейчас я на него скопирую ссылку и вставлю сюда. Можно, в принципе, сам файлик посмотреть? Хорошо, давайте я потом еще и файлик покажу. Включить непосредственно каталог и установить. Теперь на труппах у нас должна появиться эта книга. Получается, там добавляется... Ну, я не знаю, увидите вы или нет, там вот такие уже записи появились. В разделе «Телефонная книга» строка «Онлайн-директория», к ней обращаемся, то видим телефонную книгу, которую мы загрузили. В принципе, мы можем показать даже, как выглядит сама книга. Нужно расшарить не только дальше. Весь экран, да? Так, он должно быть видно. Как вы видите, оно вот таким образом выглядит. То есть вы здесь можете менять номера, мобильный, второй мобильный, офис. В принципе, да, ее можно отсюда самостоятельно редактировать, один раз сделав с помощью шаблона. Но делать ее удобнее все-таки с помощью шаблона, который изначально МГСет предоставляет. Так, ну, по книгам, в принципе, все. Давайте еще поговорим про тоже такие общие настройки. Вы можете поменять пароль, вы можете активировать пользователя как пользователя-юзер, у которого не будет основных настроек, то есть который не сможет подключать ни базовой станции, ни трубки. Также для диагностики, скажем, когда возникают какие-то проблемы, вы можете активировать протокол SSH и подключиться по нему к дект-менеджеру. Но это больше именно для определения каких-то проблем, диагностики. Я не думаю, что вам сейчас это будет особо интересно. Ну, и загрузить сертификаты безопасности. Также Gigaset поддерживает AutoProvision, то есть это автоматическая настройка. Вы можете указать ссылку до настройки XML, в котором будут указаны все настройки. Этот файл можно найти, опять же, на официальном сайте Gigaset, там расписаны все эти настройки, под себя эти настройки забить, указать этот адрес, и у вас там дект-менеджер будет автоматически обращаться за ним или настраивать себя, скажем, сам. Сайт у нас, получается, под эти системы. Это Gigaset Pro? Gigaset Teamwork.pro, да. Ну, в любом случае, вы всегда там можете с нами связаться, мы вам подскажем, как это полностью настраиваться. Ну, опять же, здесь защищенные протоколы, можно включить HTTPS. и указывать наоборот, чтобы как-то обращал, указать, чтобы дект-менеджер не обращал внимания на правильные сертификаты на стороне сервера, скажем так. Опять же, для диагностики очень часто бывает там где-то не ходит звук, кто-то жалуется, там где-то отключается трубка по каким-то непонятным причинам. Чтобы все-таки разобраться, в чем причина, вам надо будет снимать системный журнал, так называемый, или CISLOG по-другому. В Gigaset можно активировать этот журнал и указать адрес CISLOG сервера, где используется такой порт 514 стандартный, и, собственно, туда все ошибки будут записываться. Ну, это также нужно, в принципе, для диагностики какой-то проблемы. А в виде файла можно отсюда выгрузить в системный лоб? Или это только получается на удаленный сервер? Только на удаленный сервер. Понятно. Ну, с одной стороны, это удобно, потому что в режиме реального времени у вас в отдельной мокошке все это происходит. С другой стороны, нужно как бы отдельно иметь CISLOG сервер, на котором вы будете всю эту информацию видеть. Да, также Gigaset поддерживает протокол мониторинга SNMP. Если вам это интересно, вы можете его тоже настроить. Ну, стандартная настройка даты и времени. Можно выбрать часовой пояс, сервер НТП и как будет вообще отображаться у вас временно. По поводу обновления, что хочется сказать вообще. Все трубки, которые подключаются к DECT-менеджеру, они в автоматическом режиме идут на сервера Gigaset и обновляются сами. Поэтому именно за программным обеспечением трубок вам следить не надо. Но все-таки следить за программным обеспечением DECT-менеджера стоит. И здесь можно либо указать ссылку, где лежит этот файл программного обеспечения, либо непосредственно загрузить его с компьютера. Ну, чем пользоваться, это уже, наверное, вам решать. Потом, когда вы выберете файл, тут можно будет обновить систему, обновляйте, у вас все трубки обновляются заодно. В общем, все. Тоже очень удобно. На самом деле, такой интересный момент. А если у нас система в закрытой сети получается? То есть, понятно, мы можем загрузить файл для DECT-менеджера через вот эту ссылочку, правильно? На компьютер. Да. Ну, или просто через. Вот. По трубок. Ну, получается, сеть у нас закрытая и не имеет доступ к интернету, то трубки обновляться, конечно, не будут. И тогда трубки можно будет обновлять через microUSB, но это надо будет каждую трубу уходить, подключать. У нас для этого случая не предусмотрено, к сожалению. Не очень удобно, конечно. Ну, пока есть то, что есть. Ну, здесь бэкап настроек. Вы также можете все настроек, которые сейчас у вас на базовой станции выгрузить, сохранить, там, что-то с ней сделать. Если что-то перестанет работать, выгрузить старые настройки. Ну, вообще, пока далеко не ушли от обновлений, хотелось бы добавить, что очень много вопросов действительно решаются обстановкой актуальной версии CO. Начиная от русификации или чуть-чуть чего-то подобного, то что мы обращались на тему того, что там на трубке была, отсутствовала русификация. Все это решилось обновлением дек-менеджера. Далее, соответственно, дек-менеджер взяли трубу подтянуло обновления, и трубки, когда обновились, проблема ушла. Вот. Мы крайне рекомендуем по данной системе постоянно использовать актуальную версию CO сайта. И перед тем, как, соответственно, по какой-то проблеме пытаться сделать какие-то более сложные шаги, для начала обновить CO, убедиться, что она актуальна, а дальше уже разбираться с тем, что у вас осталось. Вероятнее всего, большая часть проблем таким образом решается. Здесь это действительно работает хорошо. Также можно дек-менеджер перезагрузить, сбросить, выбрать, что будет перезагружаться. База, все вместе, только дек-менеджер. Ну и настройки дек. Тут выбираются частоты, шифруются ли дек. В принципе, на самом деле, если говорить по настройкам, это все. Как вы видели, настроить эту систему, по факту, если у вас не очень много трубок базовых станций, можно минут за пять. И она прекрасно будет работать. Очень удобно. Очень удобно. Только вопрос в том, чтобы подключить оставшиеся базы трубки. Время, конечно, не будет скалироваться от количества устройств. Но одно устройство время тратится действительно очень мало. Вот. Наверное, по основной части вы на ровно все. Давайте тогда посмотрим на вопросы. Я так вижу, что новых не появилось. Михаил задал вопрос на тему работы на всех трубках и прошивках. Можете уточнить, Михаил, на тему чего был вопрос? То есть, что это? Вы говорили про кондовер роумент, может быть, или какие-то еще настройки? А, про уровень сигнал. На самом деле, на прошлых трубках это будет, получается, работать на всех, но в некотором случае изначально нужно трубку ввести в сервисный режим и включить этот самый режим диагностики для начала. Вот. Соответственно, мы, получается, трубку выключаем до этого, зажимаем левый ряд клавиш, это звездочка. Это 1.4.7, чтобы войти в сервисный режим. Вам надо сначала трубку выключить, потом зажать три клавиши 1.4.7 и включить телефон обратно в трубку. Она у вас перейдет в сервисный режим, и там можно будет этот режим включить диагностически. Вот. Когда мы сервисный режим включили, у нас уже вот этим вот старкодом, который мы отображали в процессе презентации, можно будет на любое прошлое однозначно трубки за консюмерские, я не скажу, честно говоря, вот, посмотреть в районе сигналов. Хорошо. Какие-то еще вопросы, может быть, коллеги? Посидим еще минут пять подождем. Есть какие-то вопросы, есть, задавайте. Да, вообще тоже хочется сказать, я вот сам работаю специалистом технической поддержки, и на самом деле запросов по гигасету мало. Ну, наверное, это значит то, что система работает стабильно, и ее можно устанавливать у себя на предприятиях. Михаил еще вопрос сказал, если настраивать трубки через Автопровижн, как открыть окна регистрация? Ну, смотрите, вообще по Автопровижну. На сайте GIGASET, то есть сейчас я... Видно же, да, экран наш? Да, экран сейчас должна быть видна. Ну, не экран, получается, экран. Угу. Смотрите, вот эти настройки, допустим, как вы говорите про добавление трубок, есть настройки, я их не помню, их очень много, но на сайте GIGASET официально есть и настройки, вы можете прописать туда добавление трубки. В каком виде, получается, есть там какой-то мануал? Да, там большой мануал такой со всеми настройками, сам файл он в формате XML, туда добавляется эта настройка, и вы туда можете добавить настройку, которая у вас, ну, как бы добавит трубку, там, вы даже туда пароль какой-то можете сразу выставить, и, собственно, этот файл загрузится при Автопровижнге, и вы сможете взять трубку, ввести этот пароль, который вы вводили в файл XML Автопровижнга, и у вас трубка зарегистрируется. То есть, ну, вот все настройки, которые здесь есть, их можно настроить через Автопровижнг, через специальный XML файл, ну, а вот именно по настройкам, как они называются, я сейчас не подскажу, их еще раз, да, очень много, но это можно все найти на официальном сайте. Ну, либо к нам, опять же, сделать запрос. А, экран не видно, да, давайте сейчас еще раз покажем. Вот, я говорил про все настройки, да, которые есть в веб-интерфейсе, их можно задать через файл конфигурационный. Ну да, если говорить отдельно о трубке, давайте перейдем сейчас. Да, если вот говорить отдельно о трубке, то вы можете как бы вот вместо того, что как бы я сейчас нажимаю на мышку, то есть добавить, там, выбираю еще пароль какой-то, создаю, нажимаю сохранить, да, это все можно настроить через файл конфигурацию. То есть то, что со стороны deckmanager мы по трубке указываем, мы можем настроить через autoprovision, да, вот. Но со стороны трубки все равно там минимальные действия для того, чтобы ее подключить, нужно будет сделать. это премия канала, но получается такой полуавтоматический режим, когда со стороны управляющего устройства мы используем autoprovision, со стороны трубки ручной режим. Михаил, ответили на ваши вопросы? По конкретному параметру, извините, мы на слух не воспроизведем вам сейчас, но либо можем указать, где найти, либо можем найти сам параметр. Процентр регистрации не нашел там настроек. Где там, в файле на сайте Gigaset? Отлично. Хорошо, мы вам тогда скинем параметры. Договоритесь. Что-то еще? Что-то еще? Ну, давайте тогда так, коллеги, договоримся. Мы сейчас здесь останемся. Пока отключим, наверное, микрофончики с камеры. Еще то сейчас мы с вами на связи. Если какие-то у вас вопросы возникают, задавайте, пишите. Мы вам на все ответим. До встречи, пока! Редактор субтитров А.Семкин